Восстановление домов лишь часть того, что необходимо сделать в пострадавших районах. Как Тулун возвращается к привычной жизни, расскажем прямо сейчас. Сейчас у тулунских детей совсем другие игрушки, чем раньше. В руках у ребят все, что может помочь поскорее наладить быт. Город после прихода большой воды буквально начинает жить заново. Виктор Курилов один из немногих, кто решил привести в порядок свой участок. Гараж и теплицы уцелели. Теперь вот вместе с другом из Иркутска строят сарай для вещей. И в будущее смотрит весьма оптимистично. Ну, случилось, случилось, у всех случилось. Ну, что теперь? Ну, что теперь? Своим ходом на Ангонор идти, что ли? Не дождетесь? Ангонор? Ангонор – это кладбище у нас. Не дождетесь, поэтому будем восстанавливать, будем жить. Вопросов о дальнейшей жизни у тулунчан много. Накануне они смогли сами задать их главе региона. Он побывал в гостях у многих семей. Везде разговор об одном – куда переезжать? Ведь в некоторых домах, хоть и уцелели стены, рано или поздно грибок уничтожит древесину. Здание будет непригодно, а потому многие буквально на чемоданах подыскали себе квартиры. Впрочем, некоторых своя земля держит слишком крепко. Решать вам? Ну, мне кажется, что есть у вас возможность все-таки сейчас новый дом, новую квартиру лучше использовать. Тут очень многие будут снесены. Вы останетесь, но там несколько человек нет, несколько домов. Совсем другая уже жизнь будет. Когда будет в кранах питьевая вода для жителей Тулуна, этот вопрос уже снят. Анализы показали, она чистая и соответствует всем нормам и требованиям. На днях завершится и еще одна важная работа – берегоукрепление реки Ия, рядом с ромом, у которого подмыло фундамент. Недалеко на склоне была трещина, грунт мог обвалиться, теперь это не грозит. Так или иначе, покалеченный город возрождается, а жизнь, которую едва не остановила вода, снова налаживается. Данил Седов, Надежда Казакова. Новости по будням.